Здравствуйте! Сегодня поговорим о таком заболевании капусты, как кила. Вообще киллой поражается не только капуста, но и все крестоцветные растения. Это все виды капусты, это ирецка, редиска, репа. Болезнь проявляется в том, что на корнях капусты и на плодах вот крестоцветных начинают образовываться такие вздутия, корень перестает нормально работать, перестает питать надземную часть водой и полезными веществами, и в результате растение погибает. Кила довольно распространенное растение на наших огородах и болезнь трудновыводимая. Как, во-первых, не занести киллу на свой участок? Обязательно нужно обеззараживать семена перед пассивом. Если вы высаживаете рассады, рассаду нужно перед высадкой за несколько дней пролить фитоспорином. Возбудитель киллы грибок, который постоянно присутствует в почве и который начинает бурно размножаться, когда для него наступают благоприятные условия. А это в первую очередь кислая земля. В кислой земле всегда есть риск возникновения киллы. Перед посадкой землю нужно обязательно раскислить на этой грядке, на которой вы будете сажать капусту. Как раскислить грамотно землю, мы вам расскажем в следующих передачах. Но если вы не успели раскислить ваш участок, на котором планируете посадить капусту, добавляйте по столовой ложке посадочную лунку доломитовой муки, известняковой муки и еще метод борьбы с киллой это тиовиджет или серо-коллоидная. При посадке поливайте лунки раствором тиовиджета или коллоидной серой. Вот этот вот препарат убьет возбудителя киллы. Возбудитель киллы в течение шести лет живет на участке, где росла капуста. Если в течение шести лет он не находит хозяина, он погибает. Поэтому если на вашем участке вдруг появилась кила, в течение шести лет на этом участке нельзя сажать не только все виды капусты, но и крестоцветные. А это салат, это редька, редис и репа. Наши советы помогут вам избежать заражения ваших растений таким опасным растением, как кила.